В эфире Народного телевидения Хибины программа «Опасно для жизни», в которой мы расскажем о самых резонансных преступлениях и происшествиях, случившихся в Апатитах и Кировске в новогодние и праздничные дни. С вами Михаил Елисеев. Здравствуйте. Жители Апатитов и Кировска хорошо знают про коварство крутого поворота, который находится на автоподъезде к Апатитам со стороны федеральной трассы Кола в пяти километрах от города. А вот для иногородних автомобилистов он частенько становится неприятной неожиданностью. Перед Новым годом здесь потерпел крушение Мерседес с туристами из Санкт-Петербурга. В автомобиле ехала семья из четырех человек, в том числе две несовершеннолетние девочки, одной из которых исполнилось 8 лет, а другой 14. Медицинской помощи никому из них не потребовалось. Мерседес, даже перевернувшись через крышу и встав обратно на колеса, сохранил своим пассажирам жизнь и здоровье. Она нас выдержала. Все. Оно так получилось. В конце это уже крутануло. И уже скорость, когда мы слетели, это не такая большая скорость-то была. Она просто чистая, с высоты слетели мы. К слову, сигнал бедствия в службу 112 поступил автоматически. Его отправила умная электроника. Водитель автомобиля Мерседес не справился с управлением, не учел метеорологические условия, дорожные условия и совершил съезд в Кювет. На месте дорожно-транспортного происшествия работали медики, пожарные, спасатели и полицейские. Жители северной столицы поблагодарили сотрудников местных экстренных служб за оперативность и отзывчивость. 31 декабря в доме номер 6 по проспекту Сидоренко в Апатитах случился крупный пожар. На месте этого происшествия работала и наша съемочная группа. За 13 часов до новогоднего боя курантов диспетчеру пожарной части номер 31 поступило сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире. Расположенные на первом этаже здания. Изначально предполагалось, что в охваченном огнем помещении могут находиться дети. Поэтому расчеты летели к месту вызова на максимально возможной скорости. К месту вызова прибыли две автоцистерны 31 пожарной части, автоцистерна и автолестница 8 пожарно-спасательной части. На момент прибытия в квартире наблюдалось открытое горение. Хозяев дома не было, дверь была скрытая и очаг пожара был обнаружен в лоджии квартиры. Из-за сильного задымления пожарным пришлось эвакуировать из соседних квартир трех человек. Людей в пострадавшем от огня жилище, к счастью, не оказалось. Но пожар, тем не менее, унес две жизни, пусть и не человеческих. Окончательную причину пожара установят в ходе экспертизы. Однако предварительная версия известна уже сейчас. Серьезное ДТП случилось на дороге, ведущей из Апатитов в аэропорт, в начале января. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Водители легковушки спасателям пришлось вырезать из машины с помощью специального гидроинструмента. Взял. За ноги, бери сзади, сзади. Рено «Симбол» и «Фольксваген Каравелла» столкнулись в трех километрах от города. Детали этого ДТП выглядят крайне странными. Машины двигались в попутном направлении. Одна из них обгоняла другую. Водитель автомобиля «Фольксваген Каравелла», двигавшийся в сторону города Апатиты, при совершении маневра обгон, где этот маневр разрешен, совершил столкновение с движущимся попутно автомобилем «Рено Симпл», который совершал поворот налево. Известно, что у мужчины, находившегося за рулем «Рено», нет водительских прав. При столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека. Два пассажира микроавтобуса, пассажирка легковушки и ее водитель. Все обстоятельства случившегося сейчас изучают полицейские. И в финале программы кадры, которые предоставила Главное управление МЧС России по Мурманской области. В Хибинах, в районе перевала Рамзая, группа туристов на снегоходах попала под лавину. Два человека погибли на месте происшествия. Все знают, что абсолютно безопасными являются только специально подготовленные трассы, будь то снегоходные или горнолыжные. Но, тем не менее, каждый год находятся любители экстрима, желающие рискнуть своей жизнью. Порой это заканчивается трагедией. А у меня на сегодня все. Очередной выпуск программы «Опасны для жизни» подошел к концу. Смотрите нас в эфире Народного телевидения Хибины и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова